Привет, мои любимые, это опять я. Делаю сегодня еще один таг, и он называется мой первый раз. Давайте начнем. Мой первый статус в Твиттере. Я не использую Твиттер, и поэтому я беру фразу из Фейсбука, и моя первая фраза была Сегодня я не использую такие слова на людях, потому что так неприлично. У меня была хорошая причина для этого, и моя фраза была Эта тряпка думает, что она занавесь. Занавесь? Занависка. Занавеска. Мое первое видео в Ютьюбе, это было «Что в моей сумке?». Я его уже стерла. Это было самое тупое видео на свете. Я не умела говорить на русском в то время. Первый человек, под которым я записалась, это была Зоэла, британская блогер. Это было очень-очень-очень давно. Просто ее обожаю до сих пор. Очень-очень люблю и советую вам смотреть ее. Ты еще говоришь со своей первой любовью? Да. Я и моя первая любовь, мой первый парень. Мы были вместе три года. Мы провели вместе самую трудную, замечательную и интересную эпоху жизни в армии. И да, мы до сих пор друзья. До сих пор я люблю его. И его родители любят меня. И мы встречаемся иногда. И ходим друг к другу на мероприятия. И говорим иногда. У него другая жизнь, у меня другая жизнь. Но да, это была 17-летняя любовь. Так что, конечно же, мы еще вместе общаемся. Твоя первая работа? Моя первая работа была Baby Sitter. Твоя первая машина? Велосипед. Самый первый, кто послал тебе сообщение сегодня? Баррель, мой любимый друг. Он желал мне хорошего, успешного урока и хорошего утра. Первый человек, о котором я думала сегодня утром? Моя учительница по английскому языку. Мой первый учитель. Моя мама знает, как ее зовут. Я не помню. Это было в Сибири. Светлана Владимировна. Это мой учитель по скрипке. Валентина Сергеевна. Это подружка моей бабушки. Или это мой логопед. Я не помню. Потому что у меня был логопед. Потому что у меня не работала вот эта часть лица, когда мне было 4 года. Я не могла говорить. Я не могла даже говорить рррр. И меня учили говорить рррр. И вообще я не могла ничего делать с моим лицом. Не делала ни массажа. Я пила такую пену. Это было в Киеве, в Украине. Это было в 94-м году. Если это вы делали со мной, то напишите мне это внизу. Я с вами соскучилась. Дети, которых я уже не помню. Первое место, куда я улетела? В Украину, когда я была маленькая. Мой первый, самый лучший друг. Когда я была маленькая и жила еще в Сибири, то у меня не было подруг почти. Ну, у меня не было подруг просто без почти. И у меня были только друзья. И в моем классе учились два мальчика, которых звали Максим. Их двое звали Максим. В конце они были у меня влюблены. Но я нет. Но, к сожалению, я не знаю, что они сейчас делают. Наверное, у них уже есть семьи. Потому что так это в России. В моем возрасте у всех есть семья. А в Израиле в моем возрасте только люди начинают думать, что они хотят учить в университете. Так что... Было бы очень интересно узнать, что с ними. Я думаю, что они уже не живут в Мегионе. Но... Очень было бы интересно с ними пообщаться. Но, к сожалению, я не знаю, где они, что они делают. Первый раз, когда я делала... Как это называется? Мне нравится, когда ты идешь спать у подружек или что-то такое. Но это очень слишком... Это слишком не для меня. Потому что, когда я была маленькая, я иногда спала дома. Иногда спала у своих братьев. Потому что моя мама работала иногда поздно. И там я спала. Но я не люблю спать в других домах. Только у себя. Первая вещь, что я сделала этим утром. Помыла лицо. Поздала... Оф! Опять утро! Первый концерт, когда я пошла... О, это было бы интересно, если бы я могла помнить. Может, я позвоню маме и спрошу ее? Первый концерт, на который я ходила. Ты, наверное, знаешь. Ой, Али, я даже не слышу тебя. Я ходила через 2 минуты. Тов, бай. Занято. Вернемся к этому вопросу скоро. Первая кость, которую я сломала, это была моя нога. Мне было 2 года. Мне мама рассказывала, что я сломала кость и... И прыгала по дому на одной ноге. И мне вообще не было. А, я вам расскажу, как я... Когда я вам расскажу, как я ее сломала. Вы знаете, что есть такие... Я уже забыла. Вы знаете, что есть такая вещь? Которая идет с потолка. И вы на них висните. Нависники. Кольца. Кольца такие. Мне было 2 года. Я до них не доходила. Я была очень низкая. Ну, я была маленькая еще. Я до них не доходила. Я поставила табуретку. Я поднялась на эту табуретку и схватила кольца. И когда я висела в этих кольцах, то мой братик, двоюродный и любимый... Он пнул эту табуретку. И эта табуретка упала. И после того, как эта табуретка упала, я упала с кольц. И когда я упала, я сломала мою ногу. Но я не осталась обязанным. И когда мне было 5 лет, то я хотела порезать апельсинку. А он мне не давал порезать эту апельсинку. И он взял нож за лезвие. И когда я потянула этот нож, потому что мне было 5 лет, я не знала, что я его правда зарежу. То я отрезала ему палец почти. И очень-очень-очень-очень-очень глубоко. И мне все сказали, что меня посадят в полицию. Это была самая травмительная ночь в моей жизни. Не понимаю, как они могли такое сделать. Я открыла дверь. Это были сантехники. Шутка. Я не знаю, что такое сантехники. Но это был кто-то, кто работает. Такой работа, как сантехники. И они пришли чинить нам что-то. Это плюс, когда ты живешь в квартире для студентов. То если у тебя что-то сломается, микрогаз ломается, или туалет там забит, то они приходят и чинить тебе без всяких, вы знаете, без ничего. Первый персинг. Я говорила про это. Да, в пупке. Это чужая страна, куда я приехала. Я поехала в Украину, потом я поехала в Казахстан. Каждое лето так я гуляла в Казахстан, Украина, Россия. Потом я приехала в Израиль. А первая страна после Израиля, это была Испания. Так что еще вопросы? Первый фильм, который я помню, Санта-Барбара, когда я была маленькая, нет? Или Богатенький Ричи. Не помню. Не знаю. Кто может помнить такие вещи? Ой. Я знаю этот фильм. Это фильм про войну, там, где собака умерла. Я плакала, пока мне не пришло 15 лет, я думаю, об этом фильме. Блиненькая собачка. Не поняла этот вопрос? Ха, это смешной вопрос. Моя первая задержка, как будто бы, когда я была в тюрьме или что-то такое. Почему есть такой вопрос? Наверное, это не этот вопрос. Но я все равно на него отвечу у вас. Окей. Это интересная история. Когда мне было 20 лет, я поехала в Испанию, и мы работали там. Вы знаете, что такие вещи не делают. Это не легально, делать такие вещи. Но по всему миру есть израильтяне, которые открывают такую вещь и продают там минеральные продукты с мертвого моря, косметику. Все, что хотите. Вы знаете, это есть в каждом моле. И в США, и в Канаде, и в России даже есть. И они собирают израильтянцев со всей страны. И кто хочет после армии это делать, потому что это хорошие деньги очень. И еще ты идешь и смотришь мир. Так что я поехала в Испанию. И когда мне надоело в Испании быть, то мы поехали в Лондон. Лондон — это как Америка. Там очень трудно на таможи спрашивать очень много вещей. И если ты израильтянин, то весь мир знает, что в 20 лет ты заканчиваешь армию, и ты идешь работать по миру. Ты идешь гулять, ты идешь в Америку и работаешь нелегально. И все это знают. Поэтому очень трудно, когда ты закончишь в армию, получить визу в Америке. Когда мы приехали в Лондон, то у нас была такая история. Моя подружка была бразильянша из Бразилии. И тот человек, который был с этой корпорацией, которая продавала эти минеральные вещи, то его тетя была жената на Южном Американце. И этот Южный Американец сказал, что у него сестра, какая запущенная история, которая, она тоже, конечно же, Южный Американца, из Чили. И она скажет, что моя подружка из Бразилии и она, они тетя и племянница. Когда мы приехали, и нам дали все, где она живет, ее телефон, все-все-все. И когда мы приехали в Лондон, то они спросили мне нас, куда мы едем. Мы сказали приветствовать ее тетю. И они нам не поверили. И они поставили нас, так, куда-то в сторону. И они пошли проверять эти вещи. И потом они перезвонили всему миру. И потом они позвонили еще этой тете. И эта тета сказала, нет, я не знаю, кто эти девочки. И нас поставили в тюрьму такую. Не тюрьма, но это как тюрьма, которая находится на аэростанции. И мы были там 24 часа. И это была самая интересная вещь, что я делала в мире, правда. Мы были там, и мы не были одни. Это не была тюрьма, но это была такая комната, там, где есть люди из Африки, которые хотели эмигрировать в Лондон. И люди из Белоруссии, которые у них просто бардак был в стране в то время. И они уже третий раз пытаются эмигрировать в Лондон. И снова их туда ставят. И с нами шел мальчик, которому было 16 лет. 16 лет, малюсенький. Я не знаю, что была его история, но там люди были такие милые, правда. Я начала плакать, истерика у меня была, потому что я не хотела, чтобы меня вернули в Израиль. Я сказала, что сейчас мне вернут в Израиль, я только что начала делать кайф. И у меня закончилась батарейка в телефоне. А тот человек из Белоруссии, у него был такой телефон обычный, простой очень. И у него была хорошая батарейка, такой он мне дал, чтобы я поменяла сим-карту и позвонила, кому я хотела. И когда мы были голодные, мы должны были постучать по дверью. Нам открывали дверь, мы говорили, мы голодные. И там был огромный холодильник с сэндвичами, и кофе, кофе с молоком, оранжуус, всё, что вы хотите. Просто это было как отель бесплатный. И потом оттуда нас вернули в Мадрид через 24 часа. А, и когда в ночь мы хотели спать, то там везде камни, и нельзя делать темно. Так что, когда мы были хотели спать, вообще-то там нету кровати, там только скамейки такие. И мы попросили одеяло, потому что нам было холодно, и нам дали такую бумагу алюминиевую, чтобы мы укрылись ей. Наверное, чтобы не задушили друг друга. И вот такой вот вещь на глаза. Знаете, как принцессы спят с такими? Потому что, чтобы нам было темно. В общем, это была самая забавная история. Надеюсь, что вам было интересно её слушать. Мой первый товарищ по комнате, это был, когда я переехала в Тель-Авив. Перед этим я уже жила одна, в Элладе. Но там у меня не было товарищей по комнате, а в Тель-Авиве я жила с две товарищей женщины. Одна американка, а другая из Острии. И та, которая была из Острии, она была в моём возрасте, а американка была большая, чем я. И мы не дружили. Нам было очень трудно жить вместе. Это был кошмар. Но после этого она ушла, и пришёл другой друг. Я его принесла. Он пришёл смотреть мою квартиру, и я сказала, хочу, чтобы ты с нами жил. И всё. Если бы у меня была мечта, одна мечта попросить, то что бы я попросила? У меня есть дедушка, ему 87 лет в следующей неделе, и у него есть Альцгеймер. И я бы попросила, чтобы у него вернулась память, и чтобы он ещё был с нами ещё много-много-много лет. Мой первый спорт в жизни, это был... Я всегда была спортивная, всегда любила бегать. Я думаю, что джудо. Это был мой первый спорт. Первая вещь, что я делала, когда прихожу домой. Раздеваюсь, переодеваюсь, самую удобную вещь, что я могу найти. И смываю косметику. Где мой первый поцелуй был? Это было под моим домом. В зале моего дома. Это было очень давно. Вот и всё. Надеюсь, что вам было интересно. Поймите меня. Я очень хочу вам снимать видео информативное, интересное, о тех вещах, о которых я хочу сказать. Я обещаю, что это будет очень скоро. Но пока что, чтобы вы не скучали, я сняла вам этот таг и таг прошлый. И всё. Помните, что я вас люблю и скучаю. Пока. Пока. Пока.